2020 год пришло время собирать урожай и пчелы тоже выдали свой урожай сейчас я вам покажу как наши пчелы работали это с одного улика 12 полурамочек мед будем качать в доме так как на улице по нашему мнению не знаю как правильно на улице налетят пчелы и нет возможности выкачать мед вот скрыли уже сколько пять полу рамочек муж скрывает я говорю что хочу то говорю посмотрите как он скрывает вилочкой это специально никуда не спешим аккуратненько вскрываем мёд улика у нас немного держим это пчелы запечатали а мы их скрываем мёд посмотрите красивый мой как он переливается я бы сейчас попробовала но у меня зуб болит вообще сколько хорошенько покупала а этот воск потом воскотопку нет это за брус он пустит мед это самый лучший мед за брус с другой стороны покажу вам рамочку как запечатали пчелки красиво так они печатают мы скрываем посмотрите какая происходит красота покажу мёд аж переливается прозрачный это цвела липа и акация и мы решили меда в этом году нигде нету вся украина плачет что нету мода сейчас посмотрим сколько будет меда из 12 рамочек полу рамочек так сколько рамочка как две рамочки вернее две полу рамочки это как одна додановская или как одна украинская рамка мы живем в одессе пчел никуда не вывозили на месте стоим но кто смогли они той собрали сейчас посмотрим сбор меда молодцы они вот только рамочки установились в медагонку и уже начинает капать мед чтобы работать медагонкой под низ подстелили ткань потому что полы у нас плитка и они скользят так начинаем качать мед первый запуск в этом году 2020 вот такая ручка в медагонке сам передел потому что и вот так качается мед по стенкам брызгает медленнее можешь я покажу людям еще сильно мелькает перед глазами о мед уже по стенкам он оседает сбрызгивает с рамочек чем быстрее качаем быстро нельзя потому что разорвет рамочку а затем надо в другую сторону качать они переворачивать рамочки вверх ногами сделал ошибку что купил на вот эти вот штуки не поворотные лучше с поворотными конечно так приходится нам теперь вытаскивать рамочку переворачивать немножко неудобно но я привык но мы же не знали какую надо никто не подсказал 5 уликам ну не 5 и 7 и преувеличиваем и вот так мед сейчас посмотрим сколько будет меда а вот рамочки осталось два четыре шесть рамочек собрал захотели весеннего меда запечатанный мед хотя в магазинах мед еще есть но пчелы его еще не запечатали надо немного подождать пока они запечатаны некоторые улики стоят не запечатаны автопереворот ручной переворот вот так я думала наоборот вот так нет просто так мед еще есть на рамочках неудобно что доставать вот это не поворотные до придется еще одну бочку купить бочка не дешево стоит тем более мы купили нержавейку хорошую а как же они поворачиваются интересно стой бочек есть можно это переделать на считаю надо все внутренности надо еще много в рамках еще очень много качать их несколько раз переворачивать а я пахнет ой обалдеть какой запах конечно пчелы бы слетались на этот запах я сама пчелка сижу нюхи вынюхиваю все сказка хочу вам показать какого прекрасного цвета этот медок пока муж занят я тихоря покажу здесь липая акации он нежно желтого цвета янтарный цвет балденными туда не пожалею свою мобилку поближе подвину сейчас залипнет все будет в миду вот такой он красивый затем надо его процедить что не попали частички воска в этот мед мы ничего вообще не добавляли мед не пчел не подкармливали сахаром это они сами что могли то им добыли молодцы спасибо ему огромное вот теперь скрываем следующие рамки еще шесть осталось вилочка аккуратненько верхний слой воска снимаю я конечно ценю ваше время все но хочу вам показать подробно мы не профессионал любители любители мы только начали сколько два года третий третий год начали 2 года вообще ничего не покупали пчел покупали семьи а в этом году уже не покупали и прошлом не покупали да мы ловили у нас есть видео как мы ловили рейн об этом мы тоже ловили рейн уже по-другому их вами как более профессионально наверно как сказать то мы боялись немного я вообще боялась еще боюсь даже в одежде в спец спецодежде но они классную приносят добычу в дом рамочки конечно шикарно рамочки полные все до конца до запечатанное хорошо вот здесь не запечатаны лишь просто там две клеточки не страшно а если мед не запечатаны то что он не созрел может прокиснуть в процессе хранения поэтому нужно дождаться а пока не цветет амброзия и другие сорные травы для аллергиков этот мед замечательный собрали для аллергиков они для продажи для семьи для родных вот такой он замечательный этот медочек очень мне нравится я помыла банки трехлитровые нужно их высушить потому что мёд должен быть хранится в сухих банках если вода не успеет стечь я возьму полотенечко и на сухо их повытираю ни капли воды не должно попасть и на ничего страшного лучше когда ее не будет вот пищевое ведро тоже вымыла перевернула чтобы она высохла эти ведра специально для того чтобы мед был пищевые ведра вот некоторые остатки воска подсушу его затем будем качать сливать мёд торжественная минута сейчас начинаем выпускать мед из нашей бочки первый мед 2020 открываем и пошел мёд мы сразу ценим в две сеточки чтобы он был чистый без примеси воска в этом году не урожай на мед у многих пчеловедов семьи погибли многие закармливали но наши пчелки слава богу мы их не закармливали прокормили сами себя ну и нам немножко дали нам много не надо смотри с какой скоростью он течет теплый водопад теплый поэтому быстро течет класс так интересно когда мед течет это такое зрелище заманчивая пчел вокруг нету здесь такая сладкая жизнь весенний мед смесь акации и липы но тут больше липы акация вообще акация вообще у нас быстро сгорела ну вот ли по немножко дала конечно получилось не полная бочка меда я думала она будет поверх аж вот так не ну так же рамки но там надо по уровню рамок а затем сливаем но ничего начало положено в этом году но там в магазинах еще есть но только него еще не запечатали сейчас у нас зацвела сафора сейчас они начали уже сафору таскать путь сафоровый но следующий но он другого цвета по моему то он не жал у нас желтого цвета еще не желтого у нас еще не было надо да вот такая у нас чудо бочечка черунка это не ставится резкость не важно сколько натечет меда покажу вам все вкусовые качества сейчас попробуем на палец ух сказка он аж горький какой-то так и должно быть настоящий но должен быть сладко горький мне понравился блогенный вкус сейчас этот мед который стек с бочечки будем переливать банки банки конечно не успели подсохнуть но я их повытирала мед прекрасный замечательно посмотрим в банках чтобы попасть точно в банку мы на всякий случай под баночки поставили поднос наливаем на полу так как над тяжелый и вверх поднять такое ведро тяжеловато на мед замечательно красивый там еще осталось немного меда надо нужно процедить до конца здесь уже не сильно много но на бочок надо перевернуть бочечку и выцедить уже дно вот видно 12 рамок получается маленьких полу рамок да посмотрим сколько у трех литров ведро меда сколько в бутлях вот так стекают остатки самого вкусного в мире меда которые принесли наши пчелки спасибо им большое здесь нелегкий труд все цветочки облетали все обнюхали принесли нам вкусноту получилось ровно два бутля полных один не полный мы сейчас добавим и будет три бутля с одного улика вот такой выход одного магазина они уликам же большой там выше магазина еще одевается 12 полу рамочек один магазин три бутля меда сейчас добавим будет три не смотрите что сейчас два спасибо всем за внимание оставайтесь на нашем канале если кому интересно как устроены наши улики пишите в комментариях снимем видео прямо дать всем пока сладкой жизни всем желаем видимо Продолжение следует...